Всем привет! В этом видеоролике мы протестируем телефон Nokia. Поместим его в жидкий азот. Кстати, температура жидкого азота минус 198 градусов. Чтобы понимать на что способен азот, давайте поместим в него листик. Посмотрим, что с ним случится. Нужно немного времени. На первый взгляд, как будто бы ничего не изменилось. Листик как листик. Подождем еще немного. Посмотрите, он крошится. Листик замерз и стал хрупкий, как хрусталь. Он раскрошился на мелкие кусочки. Интересно, что же станет с Нокией? Давайте же смотреть. Мы приобрели вот такую модельку телефона Nokia. Как вы видите, все работает. Все функционирует. Помещаем его в жидкий азот. Пока есть признаки жизни. Мелодия по-прежнему играет. Посмотрите, экран отклеился. И мелодия перестала играть. Клей, видимо, замерз и начал отклеиваться. Телефон не включается. Как будто бы кнопки пристыли. Давайте попробуем разобрать его. Посмотрим, что стало с аккумулятором. Телефон вообще холоднющий. Никаких признаков жизни. Сейчас мы с помощью мультиметра проверим, есть ли заряд в аккумуляторе. В аккумуляторе есть еще напряжение. Еще есть немного заряда. Нужно бросить его еще в жидкий азот. Надо разрядить его полностью. Долго не будем держать. Он и так уже был почти севший. Сейчас посмотрим. Похоже, все, аккумулятор сел. Интересно, работает ли сам телефон? Сейчас подсоединим зарядное устройство и посмотрим работоспособность телефона. Посмотрите, есть какие-то признаки жизни. Он включается. Ничего себе. А телефон оказывается неубиваемый. Давайте окунем телефон в жидкий азот с подключенным зарядным устройством. Так я думаю, он дольше проработает. Включаем музыку. И все. Он опять выключился. Видимо, снова сел аккумулятор. Даже зарядное устройство не помогло. Так, вот так вот. С помощью тепловизора мы хотим показать вам, насколько холодный телефон. Он показывает температуру минус 50 градусов. Он еще и больше показал бы. Просто ограничение у него всего минус 50 градусов. Телефон очень холодный. Уже даже некоторые кнопки начали отклеиваться. Надо немного подождать, чтобы телефон отогрелся. И тогда, я думаю, он заработает. Пока мы проводили кучу других интересных экспериментов с жидким азотом, наш телефон отогрелся. И посмотрите, он заработал. Включается. Пошла зарядка. Ничего себе. А телефон-то на самом деле неубиваемый. Его не взяла температура минус 198 градусов. Какой тест вы хотели бы еще увидеть с этим телефоном? Пишите в комментариях, мы обязательно это сделаем. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайки. Продолжение следует... Сเรา...